Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с открытия выставки, посвященной Дню Знаний. Открывая экспозицию, председатель Российского Исторического Общества Сергей Нарышкин отметил, что коллекция отражает всю богатую историю отечественной педагогики. Экспозиция дает хорошее представление о преемственности многометровых традиций отечественной педагогики. На этих традициях и на богатом опыте выдающихся отечественных педагогов, таких как Ушинский, Макаренко, и стоит сегодня современная система российского школьного образования. Учебники, методические пособия, предметы школьной формы и канцелярские принадлежности, использовавшиеся в 19-20 веках. Особое место в экспозиции уделили истории создания учебников 13-18 веков, а также первому русскому букварю и другим изданиям. Позже дискуссию о знании и современном образовании продолжили в ходе круглого стола. Во все времена основной целью школы являлась подготовка молодых людей к полноценной и созидательной жизни в обществе. Однако недостаточно просто снабдить их определенным объемом прикладных знаний, умений и навыков. Не менее важно сформировать у школьников твердые моральные ориентиры, научить их самостоятельно мыслить, привить чувство ответственности за нашу страну. Участие в круглом столе приняли педагоги, деятели образования, профессиональные историки. Собравшиеся обсудили историю основных этапов становления отечественного школьного образования. От появления первых церковно-приходских школ и гимназий до ликвидации безграмотности в Советском Союзе. Во время войны в 1941 году учебный год в большинстве школ начался в октябре. Ученики средних и старших классов были привлечены к сельскохозяйственным работам. С весны 1942 года для школьников с 14 лет была видена трудовая мобилизация. И, конечно, обучение в школе тоже перешло на военные рельсы. Важным символом возвращения к мирной жизни для советских людей в 1945 году стало начало учебного года в привычный день, 1 сентября. И вот тогда же, во второй половине 40-х годов, на 1 сентября, учителям стали дарить цветы. Это стало уже таким народным праздником. В последние годы школьное образование постоянно совершенствуется. Особенно положительные изменения коснулись преподавания истории. Увеличено количество часов преподавания, систематизирован образовательный процесс. Высоко оцениваю и предложение Министерства просвещения России об увеличении со следующего учебного года общего количества часов, отводимых на преподавание истории в школе, с прежних 340 до 476. Еще одним полезным новым введением видится и введение в школах со следующего учебного года дополнительного модуля «История родного края». Изменения в преподавании истории в этом году коснутся не только школьного образования, но и высшего. Уже готовы учебники по истории для неисторических специальностей для вузов. И к началу учебного года все высшие учебные заведения страны получат электронный экземпляр книги. Текст учебника «История России» для неисторических специальностей подготовлен и направлен издательством «Наука» в электронном виде в российские вузы для использования в учебном процессе. Университетам рекомендовано включить этот учебник в существующие электронно-библиотечные системы. При этом образовательный результат в первую очередь зависит от таланта и профессионализма учителя, которого не заменят никакие методические инновации. Подготовка профессиональных историков является одним из базовым направлением, специалитетом Российского государственного гуманитарного университета. Мы можем похвастаться, что мы сегодня представляем 9 направленностей подготовки бакалавров по направлению истории. Также у нас 7 направленностей магистратуры. Опыт работы нашей комиссии Российского исторического общества по высшему историческому образованию показал правильность принятых решений о необходимости, чтобы РИО стало центром компетенции по УГСН, истории и археологии. В завершении круглого стола Сергей Нарышкин поблагодарил всех участников и обратил внимание на ключевую роль образования в развитии страны. Оглядываясь в прошлое, нетрудно заметить, что наиболее крупные достижения отечественной педагогики всегда довольно тесно соотносились с коренными переломными этапами развития нашей страны. Вот смотрите, преобразование Петра I, Великой реформы Александра II, индустриализация 20-30-х годов и связанная с ней масштабная программа ликбеза. Каждый раз поднимали планку требований к школьному образованию. И сегодня, когда Россия столкнулась с достаточно серьезными внешними вызовами, конечно же, совершенствование школьного образования и воспитания школьников, молодежи становится одной из приоритетных задач нашего государства. И эта задача, без сомнения, России по силам. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества»